привет друзья мои и вот я на сайте пандавил это известный интернет-магазин в рунете и вот я рассматриваю телефон элефон g1 ну как правильно прочесть это слово элефон элефон ну я буду назвать его элефон g1 итак посмотрим сначала дизайн потом остальные характеристики я расскажу вам и так данная фирма производит очень качественные смартфоны у них очень много бюджетных смартфонов есть смартфоны более дорогие и все у всех качество отличные сара по сравнению с ценой качество пищи чем цена я из этой марки у меня без телефон элефон g3 и так данный телефон у него бы хороший экран цена тоже была очень низкая ну в этом диапазоне около 60 долларов у него была 3 мегапиксельная камера вот что я на этот факт я хочу чтобы вы обратили внимание 3 мегапиксельная камера была была сенса работал хорошо еще экран был хороший была и без матрица цвета пили яркие насыщенные и поэтому селяясь на этот телефон вот что я вам скажу для тех кто хочет купить этот телефон длинате кому понравился этот телефон то берите без опасения что она будет не таким как описано характеристики будут отличаться нет этот телефон своей ценовой категории впереди своих конкурентов я бы назвал его основным конкурентом в такой ценовой категории лего лет 3 чем лучше лего лет 3 там тут 4 ядра там тоже android 4 4 такой процессор и вот 512 мегапиксельный памяти тоже 4,5 дюйма экран камера на лего лет 3 5 мегапиксельная у нас тут 2 мегапиксельная камера с интерполяцией до 5 мегапикселей и вот сейчас я покажу фотки нашли телефон а тут нет фото вот я пара давайте зайдем на официальный сайт эллифон и найдем эллифон же 1 там и вот сейчас я на официальном сайте вот эллифон g3 про этот телефон я говорил сейчас на официальном сайте эллифон и и смог найти наш девайс где тут у нас поиск ладно я вот где покажу фотки нашего смартфона вот тут смотрим на дизайн дизайн очень красивый у этого телефона получился вот сами посмотрите вот особенно кнопочки до кнопка домой домой вот в таком стиле ты дизайн неплохой почему так мало фото сейчас я еще один сайт открою тут тоже очень мало фото вот нет у нас тут фото побольше вот смотрим дизайн отличный сейчас я вкратце расскажу о характеристиках но дизайну телефона довольно таки хороший вот еще раз посмотрите тоненький такой телефон не очень толстый по фоткам видно дизайн современный вот тут у нас передняя камера дату тачки на приближенности освещенности все и так дизайн ставим 5 посмотрим на характеристики что у нас процессор 4 ядерный mt 6582 1 и 3 гигагерц 3d ускоритель мали 400 mp2 операционная система android 4 4 оперативная память 512 мегабайт внутренняя память 4 гигабайт слоты расширения micro sd поддержка до 2 32 гигабайт 32 гигабайт экран 4 с половиной дюйма и без разрешения 84 80 854 на 480 неплохо ну учитывая что у экране очень большой разрешение неплохой тип сенсора емкость не сеть виседемая и всем то есть 2g 3g количество sim 2 sim карты вай фай у нас gps а gps и вот что-то передная 1 и 3 мегапиксель задняя 5 мегапикселя автофокус лет подсветка ну я бы сказал задняя камера 2 мегапикселя с интерполяции 5 мегапиксель передняя камера 0 3 мегапикселя с интерполяции 1 и 3 мегапиксель стройные динамики микрофон емкость аккумулятора 1800 миллиампер час ну это вот емкость аккумулятора это не пик конечно это немало но или много такой средненький аккумулятор да итак посмотрим еще раз на фотки вот значит дизайн хороший современный современный хороший дизайн я бы сказал даже молодежный не устарели не устарели дизайн и вот еще что тест антуту ожидается в районе 17000 штамм ну столько и можно ожидать меньше точно не будет больше вытратили видео обзор официальность расшивки на эти вопросы если у вас есть вопросы относительно к данной модели задавайте в коментах я обязательно отвечу и вот что я вам сейчас скажу если вы хотите купить старый девайс тайный смартфон и к ним и вам трудно решиться на это вот если вы считаете что что то будет не так с этим смартфоном до камера от камеры минута не нужно ожидать очень много там качественных фото фото можно сфотографировать можно снимать видео но если вам нужно хорошая камера плата телефонный для вас вот что я вам скажу кратко в двух в нескольких предложениях если вам нужен телефон бюджетный телефон в ценовой категории скажем 60 70 долларов если вам нужен android смартфон с версии android 4 и 4 вам нужны две камеры нужны две карточки две сим-карточки с поддержкой 3g и вы хотите за это заплатить не очень дорого хотите заплатить минимальную цену но получить качество выше цены то этот телефон для вас и вот у него есть две камеры экран сенсорный экран будет работать отлично потому что у меня были телефоны такой марки отлично будет работать сенсорный экран экран будет айпес матрица на нем угли обзора будут хорошие света будут яркие зарядка будет держаться ну не очень долго ну знаю значит знаете так вот в режиме ожидания в режиме ожидания когда в телефон будет использоваться для звонков будете звонить и отвечать на звонки не будете долго играть в игры долго заходите интернет ползоваться вай фай вот тогда зарядки хватит нам на 40 часов 40 часов 48 часов хватит то есть поставили скажем сегодня на зарядку сто процентов набрано агумулятор зарядки после завтра обязательно надо будет ставить его на зарядку даже после завтра завтра вот сегодня поставили завтра тоже нужно будет поставить на зарядку но это зависит как будете его использовать вот я конечно этот телефон рекомендую учитывая цену телефона то она этого стоит она даже стоит дороже качество дороже цены качество вещей цены бренд хороший этому бренду нужно можно доверять телефон оправдает себя главное помните за сколько вы заплатили за смартфон потом требуйте от него вот ваши требования будут должны быть соответственно цены смартфона все желаю вам удачи пока а а а а а а